МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С приближением новогодних праздников большинство из нас помнит, как в детстве, желая украсить елку, мы вырезали снежинки из бумаги. Сейчас этим увлекательным делом с интересом занимаются взрослые и дети. Но мало кто знает, что мастерство вырезания из бумаги является одним из видов декоративно-прикладного искусства, имея глубокие традиции и тысячелетнюю историю. Вырезание из бумаги возникло с появлением самой бумаги в 105 году н.э. в Китае. Вместе с бумагой это искусство, разошлось по всему миру, оказавшись и в России. Сегодня мы хотим познакомить вас с этим древним ремеслом, побывав в подмосковном городе Домодедово, где в историко-художественном музее находится интереснейшая коллекция художественных вырезок из бумаги. А в экологическом центре «Эко-дом» работает кружок, в котором дети обучаются этому старинному рукоделию. Мы находимся с вами в Домодедовском историко-художественном музее, который обладает уникальной коллекцией, уникальным собранием бумажных вырезок из бумаги. Это единственная в России коллекция, которая находится на постоянной экспозиции. Притом она еще уникальна тем, что представляет работы мастеров из разных стран. Основой коллекции стало собрание китайских вырезок. Собственно, это естественно, потому что это искусство, ремесло-искусство, именно и началось в Китае, получилось свое начало. Где-то во II веке, это известно, в Китае изобрели бумагу. Уже к XII веку в Китае это стало развитым ремеслом. Появилось много мастерских, которые работали и для внутреннего рынка, и для внешнего. Поэтому за такие века, конечно, уже отработана была и техника, и материал, специальная бумага для разных вариантов, и инструмент, и, в общем, мастера. Как двигалась история? За историей и историей коллекции. Значит, из Китая искусство вырезания из бумаги, следом за самой бумагой, пошло сначала по азиатским странам, в частности, во Вьетнам, дальше в арабские страны, а дальше это все пошло распространяться по всей Европе, и где-то в XVII веке попало в Восточную Европу, то есть вот в наш уже ареал, да, и тут, значит, пика достигла где-то в XIX веке. Начало коллекции было положено в 60-х годах XX века Алексеем Максимовичем Петриченко, ученым-летейщиком, академиком из Харькова. Работая в те годы научным советником ректората Пекинского института черной металлургии, он был очарован красотой бумажных вырезок. В Китае ими было принято дополнять любой подарок или использовать в качестве праздничных поздравительных открыток. Так бумажные вырезки попали в дом. Алексей Максимович заинтересовался ими, начав изучать искусство вырезания, знакомиться с мастерством, собирая и систематизируя вырезки из разных провинций Китая. По возвращении на родину, желая познакомить своих соотечественников с изумительным мастерством китайских художников, профессор Петриченко устраивал домашние просмотры, выступая с лекциями и показами вырезок из своей коллекции. В ответ он узнал, что подобное народное искусство живет в Польше, Литве, Украине, Белоруссии и в меньшей степени в России. Постепенно его коллекция увеличивалась. Сейчас она насчитывает более 4,5 тысячи единиц хранения и принадлежит его дочери Асе Алексеевне Петриченко. После смерти коллекционера Петриченко Алексея Максимовича все его собрание поступило в Домодедовский музей на длительное хранение. И мы тут организовали, как вы видите, галерею спостоянную, о чем, собственно, он начитал всегда. И устраиваем на базе этой коллекции, этого собрания. Каждые два года проводим такие научно-популярные симпозиумы, куда международные, куда приглашаем мастеров из разных стран. С 2000 года это существует, вот наша выставка, а первую симпозиум мы провели в 2006 году. И вот уже четыре раза провели, и в этом году, вернее, в 2014 году сейчас готовим пятый симпозиум. Инициатором созыва этих симпозиумов была Светлана Леонидовна Гяборская. И она же является одним из организаторов и членов этого клуба международного нашего. Поскольку она прекрасный тоже вырезальщик, ее работы тоже представлены на этой вот выставке поступлений, ее последние, в частности, ее последние работы, выполненные в таком русском традиционном стиле, ну и немножко в новой технике. Я родилась в Литве из семьи военного. Мой отец был военный летчик и очень талантливый. Он был штурманом бомбардировочной авиации и даже пять раз участвовал в парадах над Красной площадью. И моя мама, она инженер. Работала она на заводе в городе Поневежесе. Я там и родилась. Прожила до, наверное, 16 лет. И потом вот переехала в Россию учиться в Сергеев Посад. И с тех пор я живу в России. Любовь к вырезанию из бумаги у Светланы возникла благодаря ее сестре Татьяне. В детстве девочки по книге учились этому древнему искусству. Потом увлечение было забыто. И только спустя много лет снова возникло желание им заняться. Создав несколько творческих композиций из бумаги, Светлана впервые приняла участие на выставке в Домодедовском музее. А через некоторое время здесь же была размещена коллекция вырезок из бумаги Алексея Максимовича Петриченко. Тогда и произошло знакомство Светланы с дочерью коллекционера Асей Алексеевной. Началась совместная работа по сохранению и популяризации этого уникального собрания. Параллельно с пропагандой древнего искусства Светлана начинает заниматься с детьми вырезанием из бумаги. И продолжается это уже более 20 лет. Сегодня мы не имеем такого общего термина, который бы охватывал все и был бы всем удобен. Мы до сих пор не определились с термином. Вырезка из бумаги – это скорее речь идет о вещи, о том, что мы получили. Вырезание из бумаги – это то, что мы делаем. Мы вырезаем из бумаги. Этот процесс называется вырезание из бумаги. Поэтому наши симпозиумы и выставки по искусству вырезания из бумаги. Искусство вырезания из бумаги – это неоцененный до сих пор вид творчества. И самодеятельного, и профессионального. В России не дает ему должного места, потому что привыкли его рассматривать только как вспомогательный вид. Да? Искусство. То есть скульпторы делают силуэт для того, чтобы увидеть, как скульптура будет выглядеть на фоне неба. Вот, дизайнеры делают силуэты там в рекламе. И все это не придается этому серьезного значения. Это творчество, как никакое ни другое, мобилизует и руки, и голову. И очень хорошие результаты дает. При реабилитации травм, или вот воспитании трудных детей, или, например, воспитании детей с задержками развития, да, такие техники дают очень хороший терапевтический результат. На самом деле, тоже может быть очень важно, чтобы это было озвучено, ни в рисунке, ни в живописи, ни в скульптуре. Маленький ребенок не может так быстро и так хорошо получить значимый результат. Вот в вырезании из бумаги любая детская работа выглядит очень значительно. И это ему приносит особое удовольствие. То есть мы получаем значительный результат за короткое время простыми средствами. И для детей это очень важно. Они постоянно ощущают свой рост. Поэтому вот они здесь с таким удовольствием вырезают. И у них действительно очень хорошие результаты. Потому что я, как искусствовед, могу судить о качестве работы не потому, что это мои ученики, а достаточно объективно. И я понимаю, что работы моих семилетних и восьмилетних учеников, они совершенно легко выдерживают соседство с работами профессиональных художников на любой выставке. Навык приобретается достаточно быстро. Если дети выполняют мои правила, я запрещаю им рисовать. Сегодня у них была эта сложная тема «Птицы на древе жизни». И все черновики они отрисовывали. Но потому что они еще не чувствуют композицию. А в принципе, когда я даю уроки и мастер-классы, я говорю, давайте мы не будем рисовать. Потому что если это рисовать, то это займет, во-первых, в два-три раза больше времени. А во-вторых, это будет абсолютно бессмысленно, потому что я детям говорю, что ножницы за карандашом никогда не пойдут. То есть у тебя будет все равно не та работа, которую ты рисовал. Так зачем тратить время? Эти дети маленькие, они сейчас во время рисования, они даже не рисуют то, что они вырежут. Они учатся основам композиции, как это располагать. Вот это самое главное для них сегодня. Светлана убеждена, любой человек с успехом может заниматься вырезанием из бумаги. Дети, начиная с четырехлетнего возраста, с большим интересом берутся за ножницы. Взрослых и детей подкупает декоративность получившейся композиции, доступность материала и простота техники выполнения. Вы находитесь в учреждении дополнительного образования детей в детском экологическом центре «Экодом». Нашему образовательному учреждению уже более 25 лет. Когда-то мы назывались «Станцией юных натуралистов». И было время, когда мы занимали небольшое здание, довоенные постройки, маленькое. К нашему счастью, мы в свое время попали в программу сноса ветхого жилья. Наше старенькое здание было снесено, и нам построили. И вот этот замечательный дворец. Открытие было этого нового здания центра летом 2012 года. Здесь мы занимаемся наш первый учебный год. Но вот за этот год уже сделано очень много. Вы видите, вот прекрасный зимний сад, который как бы обустроен нашими руками, руками наших педагогов, наших специалистов. Мы реализуем несколько направлений работы с детьми. Главное – это, конечно, экологическое образование и воспитание детей. Но огромное значение мы также придаем сохранению и пропаганде народных традиций. Декоративно-прикладное творчество – это тоже одно из главных направлений нашей работы. У нас есть такое объединение «Народный календарь», где дети занимаются как раз художественным творчеством. Пропагандируем мы и сохраняем, и развиваем различные техники декоративно-прикладного и народного искусства. И на занятиях в «Народном календаре» дети узнают о народных праздниках, обычаях, обрядах. И в то же время изготавливают различные художественные произведения своими руками. Я тут учусь вырезать разные птицы, фигуры, рисовать красивые картины. На первом уроке мы делали осень красивую. И мне очень понравилось тут. Я решила теперь ходить. Меня учит Светлана Леонидовна. Светлана Леонидовна нас учит всех очень хорошо. Потому что она всем помогает делать работу, учит нас хорошо, чтобы мы умели красиво вырезать, а не просто так. Когда я стану взрослой, я, скорее всего, продолжу этим заниматься. Я нахожусь на кружке «Народный календарь». Здесь мы изучаем народный календарь и прочие виды искусства. Я уже тут 9 лет. Ну, все 9 лет мы со Светланой Леонидовной спорим. Но мне она нравится, потому что, хоть и спорит, на работу не перечит. У меня такой голос, потому что заразилась от бабушки. Когда я вырасту, я думаю, что все-таки буду заниматься тут, но куда реже, чем сейчас. Потому что, когда я вырасту, я стану генетикой. Времени будет очень мало. Я буду заниматься генетикой лет до 23-25. Потом, когда найду своего мужа, я степенюсь и буду детей рожать. И делать им игрушки и всякие картины. Потому что, если человек занимается искусством, то у него и с математикой хорошо, и с русским языком. Потому что это развивает все стороны человеческого мозга. Я вырезаю птиц из бумаги, из цветной, из простой бумаг. И рисую еще птиц. Вырезать мне нравится птиц, а рисовать всяких животных. Я вырезать ножницами не боюсь. Мы вырезаем маленькими ножницами, чтобы не пораниться. Для детей. Мне помогает Светлана Леонидовна. Когда я буду взрослым, я буду заниматься вырезать бумагу и рисовать. В вырезании из бумаги используется разный инструмент. Можно вырезать ножницами и можно вырезать специальным ножом. Ножницы могут быть большие. Когда-то вырезали ножницами для стрижки овец. Сегодня мы можем использовать обыкновенные ножницы для бумаги. Мы можем использовать маникюрные ножницы. Для работы маленьких детей правильнее всего использовать вот эти ножницы. Они называются маникюрные. Но на самом деле они удобны тем, что они очень хорошо подходят под размер детской руки. У них коротенькое полотно. Они очень острые. И в то же время ими практически невозможно травмироваться, если соблюдать минимальные правила техники безопасности. Мне очень важно напомнить, что многие художники-вырезальщики работали большими портновскими ножницами. И это не означает, что, скажем, вырезка, сделанная портновскими ножницами, грубая и имеет крупный узор. То есть это ничего не значит. Взрослый художник выбирает тот инструмент, которым ему удобно пользоваться. Традиция вырезания из бумаги насчитывает уже несколько сотен лет. Но раньше это была культурная традиция, потому что и бумага крестьянам не была доступна. Однако в конце XIX века бумага пришла и в деревню, и тогда вошли в моду бумажные подзоры, которые укреплялись на иконные полки, на посудные полки, наравне с кружевными подзорами. В XIX веке, наверное, никто не вырезал подзоры из газеты. Но в довоенное и особенно в послевоенное время в наших деревнях очень часто можно было встретить занавески на окнах, вырезанные из газеты, и также подзоры, вырезанные из старой ненужной газеты. Описание этих подзоров нам дала, и реконструкцию этих подзоров мы сделали по описаниям жительницы Калужской области Костиковой и Шепелевой Зинаиды Ильиничной, которая родилась и жила в молодости в Рязанской области. Они нам дали описание тех подзоров, которые бытовали в их местности. Я думаю, что такие же встречались и в Удмуртии, мне о них рассказывали, такие же встречались и в Мордовии. То есть это была повсеместно распространенная традиция. Делали не только подзоры на иконные и посудные полки, но украшали иконы бумажными кружевами и даже делали большие занавески на окна. Наверное, в основном от бедности, особенно в послевоенные годы, когда невозможно было купить даже ситец. И потом они закреплялись вот таким образом. Для подзора, конечно, старались взять именно белый край газеты. Сегодня у нас газета с таким маленьким белым краем. Вот мы сделали самые простые образцы орнамента русского народного. Важно знать и помнить о наследии предков. Именно благодаря его сохранению развивалось современное искусство вырезания из бумаги. Совершенствуются приемы вырезания, появляются новые стили и направления. Любое событие в мире может стать темой для новой работы художника. В творчестве каждого вырезальщика есть любимые темы, к которым он возвращается в течение всей жизни. Такой темой для Светланы является мировое древо. О том, как его вырезать, Светлана любезно согласилась показать в нашей передаче. Вырезать из бумаги можно также специальными ножами. Такие ножи продаются в наших магазинах. И я хочу показать пару приемов вырезания ножом. Для вырезания лучше всего использовать вот такую хозяйственную досточку. Они продаются в хозяйственных магазинах, потому что по ней хорошо идет нож. И вырезать можно, конечно, из картона, из более толстой бумаги. Но сейчас это не имеет значения. Я покажу, как можно вырезать из белой бумаги. Обычно для композиции, которые я планирую вырезать ножом, я все отрисовываю. И тем не менее, нужно всегда поправляться. Потому что нож, так же как и ножницы, строго за карандашом не идет. И поэтому все время приходится корректировать то, что ты вырезаешь. Я даже не знаю, что у меня тут получится. У меня, кстати, есть фотографии. Вот тут испортила немножко силуэт. У меня есть фотографии, как работает ножницами Ганс Юрген Гладс. Как работает Эрнст Топлигер, как работает Уэлли Хофер в Швейцарии, в своей мастерской. И это очень интересно. Наблюдать, как работают художники и какой они в своей работе используют инструмент. Так работает ножом. Но сегодня мы будем вырезать все-таки ножницами. Поэтому я это убираю. И мы попробуем сделать композицию птица на древе жизни. Для этих композиций я обычно использую мотивы русских народных вышивок. Они очень хорошо ложатся на технику вырезания ножницами на приеме. То есть без предварительного рисунка. Ножницы – такой инструмент, где ты никогда не получишь запланированный результат. И это одно из преимуществ этой техники. То есть то, что ты вырезаешь и то, что ты получил, это совершенно разное впечатление производит. Поэтому именно эта техника нравится очень многим. Что ты делаешь одно, а получаешь нечто совершенно иное. Ты вырезаешь одну птицу, получаешь две или четыре или восемь. Но это одно из простых открытий для маленьких детей. А на самом деле феномен этой техники именно в том, что результат всегда неожиданный. Даже для самого маститого художника. И еще раз повторяю, сколько ты не рисуй, ножницы, они сделают свое дело. Это другой инструмент. И здесь важно научиться рисовать ножницами сразу. Когда режешь много часов подряд, то, конечно, это очень трудно. Это на самом деле очень трудно. Когда я готовлюсь к выставкам и режу по несколько часов ножом, то болят плечи, потому что вырезаешь из толстой бумаги очень большое напряжение. Или иногда из картона. Работы свои я не наклеиваю. Только на точки наклеиваю. Именно для того, чтобы они сохраняли объем и воздушность. Теперь вы видели, как это просто все делается. Попробуйте с детьми дома вырезать нечто подобное. И помните, что вы можете таким простым образом сделать хороший подарок для своих родных и близких. И очень достойное украшение своего интерьера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok